Неприятный запах изо рта. О чем он говорит? Какова же причина неприятного запаха изо рта и из носа? Да, резкий неприятный запах из носоглотки это проблема и медицинская, и социальная. Очень важные советы я сегодня вам дам и в середине, и в конце этого видео. Но в нем важно все, от а до я. Слушайте полностью и слушайте внимательно. Конечно, мы то, что мы едим. Частота внутри ЖКТ и печени это частота и снаружи, и частота внутри всего организма. А также это отсутствие неприятного запаха. От питания безусловно зависит и запах изо рта, но не только от него. Впрочем, о питании у меня много видео на моем канале, а сегодня видео несколько о ином. Я сегодня не буду говорить о том, что явные и простые причины неприятного запаха это кариес, это флюсы и прочие проблемы с зубами и деснами. Это совсем очевидно, и тут надо просто идти к стоматологу, это понимают все. Про чеснок и табак тоже не буду говорить, хотя чеснок полезен, а табак, ну впрочем, про него я сделаю скоро отдельное видео. Про запах в результате отрыжки тоже не буду говорить, и это другая проблема с ЖКТ, но она вполне очевидная, впрочем и понятная. На мясной кетодиете, придерживаться которой я категорически не советую, тоже запах ацетона может быть, часто бывает. А также запах аммиака, это такой как бы специфический запах кошачьего туалета. Также бывает запах серы и нашатырного спирта, у мясоедов он нередок. И если есть такой запах у вас, значит вы едите много высокомолекулярного животного белка и или у вас больные почки. Уберите животные белки из своего рациона, посмотрите непременно мое видео мясо и второе видео кетодиета. Но помимо очевидного для всех, всего что я перечислял выше и еще скажу в конце видео, отбросив все эти причины, 85% всех причин подобных запахов, это проблемы в ротовой полости, 10% это проблемы полости носа, носоглотки, а 5% это системные заболевания, включая редкие болезни с ЖКТ, например рефлюкс и дивертикулит. Тогда да, правы те, кто говорят, что от проблем с ЖКТ может быть неприятный запах изо рта, вот при этих по крайней мере двух проблемах. Но если вы отбросите первые две группы причин, то есть у вас точно нет ничего того, о чем я рассказывал выше, тогда у вас нет проблем с ротовой полостью и носоглоткой. Вот в этом случае, если у вас все-таки есть неприятный запах, у вас скорее всего третья группа причин. И вам только надо найти конкретную проблему, методом исключения невозможного, через проверку всех вариантов. Итак, слушайте эти все варианты, причины, выписывайте и обязательно принимайте меры к их устранению. Да, гигиена полости рта, как и всего организма, очень важна, естественно. Только говоря о полости рта, скажу следующее. Категорически не пользуйтесь всеми этими разнообразными ополаскивателями рта, которые сейчас рекламируют. Никогда этой гадостью химической не пользуйтесь. А про зубные щетки, пасты я досконально разобрал все вот в этих двух моих видео. Посмотрите их потом непременно. Ссылочки на них будут даны в описании под этим видео, который вы сейчас смотрите. Итак, говоря о выше указанных мною процентах всех основных случаев неприятного запаха изо рта и носоглотки, вот вам три причины плохого запаха. Первое. Это проблемы в ротовой полости. И основных тут проблем три. Как проверить, изо рта ли идет запах на самом деле или из полости носоглотки? При простом дыхании это отличить не всегда возможно. А проверить просто, откуда идет запах. Пусть близкий вам человек понюхает ваше дыхание при выдохе ртом при зажатом носе. Тогда будет понятно. Итак, первая проблема при проблемах полости рта. Это проблема с деснами. Это заболевание десен, например, гингивит. Или заболевание периодонта. Называется оно периодонтит. Итак, в полостях между основаниями зубов и между ними застревает пища, частички еды. Да и растворенная соляной пища может проникать в карманы десен. И тогда там быстро развиваются бактерии, которые выделяют продукты своего метаболизма, в том числе неприятные для нашего обоняния газы, например, сероводород или метилмеркоптан. Зубные камни этому способствуют, у кого они есть, так как открывают стыки между деснами и зубами. Вывод. Камни, налеты надо убирать. Гигиену полости рта обязательно соблюдать. Применять правильные мягкие щетки и безвредные зубные пасты и порошки. Конечно же, в зубных пастах не должно быть никакого не только фтора, что очевидно, но и лурилсульфата, триклозана, этих страшных ядов. Необходимо применять витамины и минералы, чтобы не было опущения десен. Это и витамин С, витамин К2, Д3, цинк. Но об этом я говорил в моих двух видео про зубы. Вторая причина проблем полости рта – это проблемы с корнем языка и с налетами на языки слизистых глотки. Тогда вы почувствуете явный запах, характерный при отделении ложечкой этих налетов, соскребая их, скажем, с языка. Если у вас язык по утрам белый или серый и запах есть, то вполне понятны причины. Сам налет – это выделение отработки нашей лимфатической системы полости рта, и это грибки с их продуктами метаболизма, та же кандида, скажем, поэтому язык белый и серый может быть по утрам. А кандида – это проблема системная, и основная ее колония находится в кишечнике. Так плюс к тому еще и эта пленка, налет, которая создает анаэробную среду, под ней тогда гнилостные бактерии под этой пленкой размножаются и выделяют и токсичные вещества, отравляя нас, и газы, о которых я только что выше говорил. Вывод – счищать налеты два раза в день зубной щеткой, ложечкой, обязательно серьезное системное лечение от кандиды и других грибков, микромицитов, если они есть. Непременно смотрите вот эти две мои лекции – это лимфатическая система и прогрибки. И также я советую в этом случае, тем более полоскать утром, как проснулись, полость рта маслом, подсолнечным, либо оливковым. Это такие характерные волнообразные движения языком, как будто вы взбиваете, что называется, эту жидкую субстанцию, в данном случае масло, введите это в привычку, каждый день утром полощите 10-15 минут, выплевываете, прополоскали рот уже водой или раствором соды небольшой концентрации и чистите зубы. Тогда будет вам отличное очищение лимфатической системы полости рта и улучшится состояние ротовой полости в любом случае, пройдут налеты. Делайте такие процедуры до полного устранения этой проблемы, ну хотя бы месяца-два. Обязательно уберите из своего рациона питание, тем более если есть такие налеты, если есть грибковые поражения, если есть, не дай бог, какие-то опухоли, все сладкое, все, что является сладким на вкус. Вечером можно полоскать полость рта прополисной водой. Третья проблема, связанная с проблемами полости рта, это если плохо выделяется у вас слюна. Если у вас во рту сухость, это означает, что вы пьете мало воды, недостаточно и у вас по сути обезвоживание. Пить воду нужно до еды, а перед сном не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Общее количество воды в сутки 1,5-2 литра, летом в жару и при тяжелом физическом труде больше. Качество воды тоже имеет огромное значение, не только количество воды, но и качество. И не жидкостей, типа чая, морса, компота, киселя и так далее, а именно воды. Только вода является растворителем, а любые иные жидкости уже растворы. Видео мои непременно посмотрите, какую воду надо пить, о физико-химических свойствах воды. И последнее мое видео о живой воде непременно посмотрите. Вывод. Пить нужно больше. Пить чистую и правильную воду. Не допускать пересыхания слизистых носоглотки. Солюна, дорогие товарищи, плохо выделяется, хуже чем положено, от потребления алкоголя, проклятого табака, кофе и некоторых химических лекарств. Ешьте больше зелени, больше овощей. Можете пить настойку солодки. Имбирь и куркума с черным перцем также полезны. Посмотрите мое видео про куркуму. А также посмотрите мое видео, почему же нельзя есть после 16.00. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Вторая группа проблем. Это проблема в носовой полости. Здесь тоже основных три под проблемы. Итак, если при дыхании носом, при закрытом рте запах идет при выдыхании через нос, и ваш близкий человек это чувствует при таком тесте, то источник воспалений у вас именно в носовой полости. Итак, три проблемы, связанные с глобальной проблемой запахов из носовой полости. Первое. Если нарушено само дыхание носом, например, у вас гайморит, постоянно заложен нос, сопли, и вы дышите ртом, то происходит, во-первых, высыхание слизистых, как я уже говорил, а тогда при этом не происходит естественного очищения полости рта посредством формирования и проглатывания слюны из полости рта в пищевод и далее в другие отделы ЖКТ. В этом случае питание у бактерий патогенных в ротовой полости становится больше, ну и, соответственно, запах. Вывод. Лечить гайморит. Устранять из гайморовых лобных пазух гной. Есть методики для этого, то есть очищение с корнем цикламены, например. И это у меня разбирается в моем видео про дыхательную систему. Посмотрите, если будет интересно это видео. Полипы в носу тоже лечатся натуральными средствами, но и питание необходимо, конечно же, менять. Смотрите мои последние видео на канале на эти темы. Вторая проблема данного раздела – это проблемы с миндалинами. Там могут быть в них и камни, и гной, то есть выделение после ангин и при различных хронических воспалительных проблемах и состояниях. Тогда происходит постоянное образование белых сгустков гноя, пробок в полостях миндалин. Да вы видели наверняка это не раз у себя и у других. Ведь это хорошо видно невооруженным глазом. Как правило, это происходит при наличии бактерий, стафилококка, стриптококка и других в носоглотке. И тогда происходит постоянная борьба наших клеток иммунной системы с бактериями или с грибками. В результате этой борьбы эти клетки, эти бактерии, грибки погибают, отмирают, образуется гной, трупные яды, оттуда и запах. При данных проблемах можно и нужно промывать миндалины. Есть методика в медицинских кабинетах при давлении направленной струей воды. Любой лор это знает. Или можно самостоятельно, хотя не так качественно, научиться выдавливать ушными палочками, скажем. Ими можно удалить имеющийся гной. Но главное, не допускать образования нового, нужно же устранять причины, а не только следствия. Для того, чтобы устранить причины, нужно избавиться от бактериальных и грибковых поражений и других прочих воспалительных процессов. Все это есть в моих нескольких десятках видео на моем канале. Третья причина запахов от проблем носовой полости это заболевание пазух носа. Что ж, тут все понятно. Это проблемы с гайморовыми и прочими пазухами. При гайморите всегда выделяется гной, а частично он выходит в носоглотку. Оттуда и запах. Очищайте эти полости с гноем и пройдите после очистки лечебное очистительное голодание. Курс этот мною полностью описан в моем видео «Очищение и голодание». Третья проблема, а вернее группа проблем, это иные проблемы. Если есть запах изо рта или из носа, но у вас нет вышеописанных проблем, то значит у вас есть какое-то серьезное системное заболевание. Итак, системные аутоиммунные заболевания. Во-первых, могут быть различные заболевания легких и бронхов, например, туберкулез и прочие. Может быть при этом неприятный запах изо рта, конечно может. Но тогда надо, понятное дело, идти к пульмонологу. Надо пройти обследование, проанализировать уже со знанием дела все возможные проблемы, их последствия и пути лечения. Напоминаю, что у меня есть видео про болезни органов дыхательной системы. Что же еще может давать неприятный запах? Ну, конечно же, сахарный диабет. Дело в том, что кетоны при сахарном диабете выделяются интенсивно, постоянно и вот это запах, характерный ацетоны. Если у вас есть сахарный диабет, смотрите мои лекции. Калории, интервальное голодание, жир бока, живот, ну и, конечно же, сахарный диабет. Другие варианты и причины запаха от системных заболеваний, это почечная недостаточность, тогда идет запах аммиака, или печеночная недостаточность, тогда присутствует характерный такой особый запах, мышиный назовем его так, очень неприятный запах. Естественно, про проблемы печени у меня тоже есть видео. Очень большая проблема, не только связанная с характерными запахами, это проблема пониженной кислотности желудочного сока. А при низкой кислотности желудочного сока, плохо расщепляются, недостаточно белки, и клапан, сфинктер, открывается до времени, раньше положенного срока. Тогда возникают многие проблемы уже в следующих отделах ЖКТ, 12-ти перстной кишки и так далее. Обязательно в этих случаях, да и вообще, я советую, пейте яблочный уксус до еды, буквально чайную ложечку, на полстакана воды, и вы решите эту проблему. Посмотрите вот это мое видео про яблочный уксус. Там есть свои нюансы. Одной из распространенных проблем плохого запаха изо рта, конечно же, является мясное питание. Это вполне ясный характерный запах гниения, он очевиден. Много белковой пищи едят сейчас люди. Никогда такого раньше, в прошлые времена, не было. Плохое пищеварение вообще бывает из-за сладкого, из-за всего сладкого, из-за животных белков. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Гигиена, безусловно, необходима. Это зубные нити, но только без синтетических химических добавок самой вот этой смазки зубных нитей. Попробуйте такие найти. Конечно же, нужны зубные пасты, чистые, без химии. Посмотрите вот эти два моих видео. Непременно можно сделать зубную пасту самим. Я рассказываю, как это сделать в первом моем видео о зубах. Можно купить зубные пасты, экологически чистые, у нас в нашем интернет-магазине nadgar.ru. Ссылочки будут в описании. Выбор здесь есть. Я предлагаю вам разные варианты. Сделать самим или приобрести готовый, но безопасный для пользования и здоровья вариант. Помните, что вредные химические зубные компоненты, лурилсульфат, триклозан и прочие, убивают полезную микрофлору полости рта, хотя при проглатывании это идет дальше в желудок и кишечник. Но убивают они еще и печень и почки и провоцируют кучу других проблем не только с ЖКТ и полости рта, но и всего организма. Ну вот и все на сегодня. А все прочие нюансы по всем системам и органам нашего организма вы найдете в моих видео. Найдете в них ответы на все вопросы, если не будете лениться и будете их смотреть, конспектировать. И тогда вы будете знать многое. Вы сэкономите огромное количество своего времени, а главное жизни. Ну что ж, я желаю всем порядочным, хорошим, честным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам данное видео понравилось. Делитесь моим данным и другими моими видео в соцсетях. И, конечно же, ждите моих новых видео. На этом все. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч.